Все реанимобили на базе «Газель-Некст» укомплектованы одинаково новейшим медицинским оборудованием производства России, Германии, США и Италии. Под капотом же 150 лошадиных сил, да и вообще отечественный автопром не подвел. По характеристикам новые «Газели» не уступают иномаркам, которые сегодня работают в автопарке. Врачи и водители в один голос рассказывают мэру о преимуществах работы на новых каретах скорой. Самое главное, что есть автопорс-аппарат, который в процессе транспортировки может делать непрямой массаж сердца. То есть мы можем не останавливаясь, потеть больного, наносить очка, закрепить и транспортировать в больницу. Также автомобили оснащены дефибриллятором, аппаратами искусственной вентиляции легких, портативными компрессорными небулайзерами, электрокардиографами нового поколения. Одним словом, здесь все соответствует международным медицинским требованиям. Мы должны были учесть требования ФИФА, которые, нужно сказать, достаточно жесткие. И поэтому в новых машинах учтены все эти требования и оборудование, пожалуй, нового класса. И я бы сказал, даже несколько лучше, чем те, которые мы получали к Олимпиаде. После чемпионата мира «Газели» останутся в автопарке скорой. Ну а сегодня на вызовах по городу работает еще и 97 «Фольксвагенов». Хватает сегодня и персонала. В рядах медицинских работников также произошло пополнение. В Сочи прибыл десант из более чем 100 медиков из разных регионов страны. Все они будут оказывать экстренную помощь сочинцам и туристам в горячий сезон. Вновь прибывшим администрация города выделила временное жилье в гостиничном фонде курорта. И все же жалобы на сочинское здравоохранение пока фиксируются, подчеркивает Анатолий Пахомов. Человеческий фактор, мне кажется, срабатывает. Диспетчер должен быть и психологом, диспетчер должен быть и патриотом, и человеком душевным. По ГЛОНАССу мы все это дело контролируем. Сейчас мы посмотрим, еще кого поставить более, скажем, везде на мониторинг. Ну и чтобы, конечно, лето у нас прошло нормально, без эксцессов. Качество оказания скорой медпомощи в этом сезоне будет на более высоком уровне, утверждают медики. К новому сезону и наплыву отдыхающих скорая помощь готовились заблаговременно. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.